МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В начале выпуска некоторые его темы. Первый обновленный маршрут запустят уже в марте. Власти города завершают подготовку к запуску новой сети автобусных перевозок, что готовят для пассажиров. Новую котельную и самый большой стадион построят в одном из поселений Сургутского района. Глава муниципалитета побывал в Солнечном и Сайгатина. И дело всей жизни. В Сургуте открылась фотовыставка памяти Алексея Федорова. В экспозиции представлены пейзажи родных для художника мест. Власти Сургута на заседании Комитета Думы по бюджету, налогам и финансам предложили депутатам согласовать поправки, которые позволят поддержать семьи погибших военнослужащих. Предлагается расширить круг получателей единовременной выплаты на ряд родственников, в числе которых братья и сестры, если у солдата нет родителей, супруги, детей. Норма, прописанная в муниципальном законодательстве, таким образом приводится в соответствии с федеральными и региональными указами и постановлениями. Кроме этого, бюджетной комиссии при главе Сургута принято решение об увеличении ассигнований в 2023 году на расходы по этой статье на 2 миллиона рублей. Замечаний у профильного комитета не возникло. Инициативу в конце февраля предстоит утвердить депутатам на очередном заседании парламента. Предприниматели, работающие в социальной сфере, в этом году могут рассчитывать на достаточно масштабные меры поддержки. Например, в 2023 сургутскими властями предусмотрен максимальный размер субсидий бизнесу со статусом «социальное предприятие». Таковые могут получить до 800 тысяч рублей на компенсацию производственных затрат. Еще о ряде возможностей речь шла на открытой встрече в администрации города. На вопросы сургутян ответили эксперты окружного департамента экономического развития Общественной палаты Югры. Специалисты отметили, что Сургут – лидер в развитии сферы социального предпринимательства и единственное муниципальное образование в округе, где поддержка соцпредприятиям оказывается в рамках отдельного направления в бюджете. В 2022 году воспользоваться такими субсидиями смогли 45 организаций. Общая сумма финансирования проектов составила почти 13,5 миллионов рублей. Есть образование, культура, споры здравоохранения. И сейчас мы понимаем, что ни в одной из этих сфер не обойдешься без поставщиков именно негосударственного сектора. То есть это коммерческие и некоммерческие организации. И для того, чтобы понять обратную связь, для того, чтобы мы понимаем, мы на уровне регионов сделали все возможное. То есть у нас и услуги мы передаем, мы знаем, каким образом мы их передаем, мы оказываем меры поддержки, мы делаем все для того, чтобы они вовлечены были, они вовлеклись, и теперь нам нужно обратную связь. Кроме финансовой поддержки, предприниматели, работающие в социальной сфере, могут рассчитывать на сниженный размер арендной платы за госимущество, пониженную налоговую ставку, окружной грант. Власти помогают в организации участия во всероссийских выставках и в продвижении услуг. Стратегия развития негосударственного сектора в социальной сфере в Югре рассчитана до 2050 года. Обозначены основные принципы, задачи и цели. Это новая ниша организации бизнеса, и в округе разработаны образовательные продукты для повышения профессионального уровня социальных предпринимателей. Предприятие со статусом официального социального предприятия в Сургуте больше всего на всю страну по концу прошлого года, на всю страну статус социального предприятия получили 7900 предпринимателей. У нас на территории Югры 327. То есть это еще только первая цифра. Пока идет подготовительный этап. В Сургуте продолжают настраивать перед запуском в эксплуатацию новую модель пассажирских перевозок. Она предусматривает сокращение числа маршрутов, но вместе с тем изменятся пути следования автобусов, сократится интервал следования, рейсы охватят также и новые микрорайоны города. Первый такой маршрут уже в марте будет курсировать из микрорайона Марина-гора. Какие еще новации готовят пассажирам, знает Дмитрий Круковец. Сургут вырос. С 2012 года его население увеличилось на четверть. С 316 до 400 с небольшим тысяч человек. Ежегодно в городе сдается более 200 тысяч квадратных метров жилья. За последние десятилетия построены несколько новых микрорайонов. Кварталы Микертбая, Захарова, Университетская и другие. И все это, безусловно, отражается на транспортной системе города. В марте 2022 года был проведен подсчет пассажиропотока инструментальным способом. В марте 2022 года был опубликован сайт на городском портале для сбора мнений жителей о текущей маршрутной сети и предложении по ее изменению. Более 500 предложений получили мы от жителей города, которые были учтены и внесены в новую маршрутную сеть. Класс курсирующих автобусов должен быть не ниже среднего, то есть в перспективе никаких маршруток. Сформированные тарифы скорректировали принципы реконструкции и строительства дорог. На четверть станет меньше пересечений между маршрутами, увеличится охват транспортом районов города, снизится время в пути до 32 минут, сократится интервал. На магистральных направлениях обещают ждать посадки придется максимум 15 минут в час пик. В остальное время меньше. Пассажиропоток прогнозируют вырастет с нынешних 72 до 85 тысяч человек в день. По итогам года намерены перевезти 21 миллион пассажиров. На сегодняшний день в Туркуте существует 45 маршрутов. По результатам остается только 18 и появляется 10 новых маршрутов. Итого, в общем, с 45 останется 28 маршрутов общественного транспорта. Скажите, за счет чего будет обеспечено улучшение показателей минимального интервала между транспортными средствами? Проблема в городе по данным научной средствами работы, в том числе, в том, что у нас очень много дублирующихся маршрутов. Когда по одному и тому же, либо близкому маршруту, ездят все и маршрутки, и автобусы, и еще и несколько автобусов. Коэффициент дублирования составляет 4,2. Это что значит? Это значит, что через одну остановку проходит 4 в среднем, 4,2 маршрута. Это очень много. Мы ее снижаем до трех, тем самым уменьшая количество самих маршрутов. Но при этом в самих маршрутах мы увеличиваем количество автобусов. Тем самым увеличивается частота. Качество оценивать будут по функтуальности и комфорту для пассажиров в чистоте автобусов. Новые маршруты в основе своей появятся с мая. Один из них запустят уже с 1 марта. Можно получить пояснение, каким образом будет осуществлена маршрутная сеть по отношению территории Марьиной горы. То есть это удаленная территория, да, там, я так понимаю, скоро будет заселение такое активное. Хотелось бы понять планы, каким образом, сколько маршрутов будет обслуживать эту территорию. С 1 марта там будет заходить автобус. Первый маршрут. Оцениваем общество с попал. Мы уже подготовили разворотную площадку и установочный павильон поставили. Поэтому в первом приближении с 1 марта мы начнем заводить этот маршрут. Дальше будем смотреть по потребностям. Новые контракты начнут заключать в середине апреля, чтобы перевести маршруты на субсидированный тариф и дать доступ владельцам карт горожанина. Ко всем автобусам требуется случай миллиарда рублей. Большая часть средств уже есть, потребность 200 миллионов. Вы говорили о том, что количество автобусов не увеличится, будет их перераспределение, правильно я понимаю? Верно. Дополнительных средств для этого не понадобится. То есть у нас запланирован миллиард, в рамках этого миллиарда это все будет делаться. Транспортная система в части автобусного парка состоит в том числе из определенного ряда резерва, который есть у перевозчиков. Мы будем использовать в том числе и этот резерв. Поэтому дополнительно покупать автобусы нам не надо. Но мы все сами, надеюсь, ездим на автобусах, видим, в каком они у нас состоянии. И часть автобусов необходимо обновить. Вот поэтому я, как и ранее сказал, мы где-то в автобусах направили заявку на получение дополнительных новых автобусов. Надеюсь, что уже к концу этого года будет ясно. Сейчас идет подготовительный этап к реформе транспортной сети. Ведется обкатка маршрутов, замер пассажиропотока, составляют расписание, создают диспетчерскую с единым номером для пассажиров. Возможно, в Сургуте внедрят и транспортную карту, которая позволит осуществлять бесплатную пересадку в течение некоторого времени после покупки билета. Все детали обещают рассказать в апреле. Дмитрий Круковец, Сергей Коликов, Сургут, 24. Простая и занимательная наука. На площадке Сургу прошла университетская лига Югры Science Stage. В рамках мероприятия шестеро ученых в течение десяти минут рассказывали о своих исследованиях со сцены. Проект необходимо было представить интересно и понятно для студентов. Лучшие исследования выбирали с помощью аплодисментов. Важность науки в жизни обучающихся невозможно недооценить. А такие мероприятия позволяют не только погрузиться в те темы, которые интересны студентам, но и заручиться поддержкой широкой аудитории. Как мне кажется, для студентов это очень интересный формат с точки зрения привлечения в науку. Одно дело доклад и научные какие-то сообщения на конференциях, потому что там все достаточно жестко формализовано. Здесь же полностью полет для творчества, возможности, фантазии. Категории нету. Есть и медицина, биология, химия, физика абсолютно разные. Есть научно-популярные вещи. То есть не обязательно там какая-то глубокая наука, а именно такая практика понятно ориентированная. Представители науки выступили в атриуме библиотеки университета. Каждый из них выбрал темы по интересам. Филология, биология, экология, философия, физика. Настоящая битва наук. Победу в сражении одержал проект Александра Усольцева. Творожные сырки. Личный сорт. Дольче Вита. Выводы ученый делал, проанализировав несколько десятков единиц продукции и их составы. Людям действительно больше всего зашла именно тема с сырками, потому что она самая такая поп-культурная. Ее очень много в мемах, как показатель высокого уровня жизни, достатка, премиум-классы и всего такое. Для меня лично дало это повод к тому, что я знаю теперь, какую продукцию я могу покупать. То есть это приходишь в магазин, это была вроде как мини-контрольная закупка только для сургута. Результатами проекта доволен, это было классно. Я помню, что в сентябре у нас здесь первый сайн-слэм произошел. Я видел только о нем как постфактум мероприятие. Вот это действительно кайф, что ты делаешь то, что тебе интересно, потом выходишь на сцену, и у тебя нет эффекта пустого зала, и что там просто где-то стрекочет кузнечик. Потому что людям откликнулось, люди любят сырки. Я им показал немного другой взгляд на это. Снизить производственный травматизм намерены специалисты администрации города. Для этого разработали проект защиты профессионалов. Его власти будут реализовывать совместно с компанией Пермь-Восток-Сервис. Организация готова предложить целый ряд обучающих встреч и семинаров, которые позволят специалистам по охране труда и работникам изучить вопрос правильного подбора и использования средств индивидуальной защиты. В Сургуте ведут деятельность множество предприятий. Не обходится, увы, без несчастных случаев на производстве. Именно снижение таких прецедентов и является главной целью проекта. Нам необходимо в результате ряда проводимых нами мероприятий все-таки увеличить осознанную такую потребность в правильном применении СИЗО с самими работниками. Вот как раз это осознанное применение поможет нам минимизировать последствия, даже если происходит несчастный случай. То, и на что у нас нацелены все наши мероприятия. Важно не только правильно использовать средства индивидуальной защиты. Большую роль играет и качество изделий. Подобрать правильные, которые подойдут компании в зависимости от типа деятельности и специфики региона, помогут в рамках нового проекта. Специалисты по охране труда некоторых предприятий отметили, что такая консультационная поддержка будет не лишней. Сегодня на рынок СИЗО он достаточно большой. Вы придете в любой магазин и у вас всегда возникает вопрос. Сюда очки очками. Но, как вы обратили внимание, у нас надо четко понимать, что будет защищать на 100% и что будет непосредственно здесь и сейчас в полной мере обеспечивать эффективность. Потому что зачастую мы сталкиваемся с тем, что один из факторов – это неправильный подбор. Неправильный подбор исходит из чего? Это не то, что незнание рынка, это просто достаточно обширный рынок. Для работ на высоте в обязательном порядке – это тоже сложные средства индивидуальной защиты, которые требуют определенных навыков. Не только по применению, но еще и по уходу. Поскольку это основная задача, чтобы не просто СИЗО получить, применить, но их еще и изберечь. Результат достигнут, но есть к чему стремиться. В Солнечном в разы сократилось количество обращений жителей по поводу некачественной уборки снега. Глава населенного пункта отметил, что это произошло благодаря отказу от услуг подрядных организаций. В поселении, напомню, содержанием дорог занимаются самостоятельно. Для этого в 2021 и 2022 годах закупили 7 единиц спецтехники. Однако сегодня еще есть подребность в приобретении дополнительных машин. Глава Сургутского района во время рабочей поездки побывал в Солнечном и Сайгатина. О том, что еще необходимо этим поселениям, а что уже появится в этом году, расскажет Валерия Кудрявцева. Многофункциональный центр в Сайгатина открыли в конце прошлого года. В здании оборудовали кабинеты как для творческих коллективов, так и для занятий спортом. Однако оказалось, что одного спортивного зала с тренажерами не хватает. Местные власти предложили чиновникам Сургутского района отремонтировать здание на лыжной базе, чтобы там смогли заниматься группой по волейболу и фитнесу. А что предлагаете? Его немножко надо косметический ремонт сделать, чтобы запустить его, потому что, в принципе, коммуникации все есть, все работают, здание теплое. Но есть моменты, когда были неисправности с системой отопления. Вот по кабинетам провалились полы, полы поменять, обшивку поменять. Также необходима замена фасада, ремонт кровли, работы обойдутся в 12 миллионов 700 тысяч рублей. Смету сделали. Конечно, сейчас сложные времена, с деньгами сложно, но будем стараться как-то изыскивать возможность, раз такая заявка от населения есть. Вопрос с оборудованием другого спортивного объекта уже решен в соседнем населенном пункте. В этом году в Солнечном начнут реконструкцию стадиона, что находится рядом со школой. Объект передали на баланс поселения и уже подготовили проект модернизации. На оборудование и покрытие из окружного бюджета выделили 27 миллионов рублей. Из местной казны потратят 62 миллиона. Должны отдать уже на торги, на размещение, чтобы в апреле начать, когда снег сойдет работой. Вот здесь должен появиться первый такой профессиональный стадион в Суркутском районе с футбольным полем игровым, с дорожками профессиональными беговыми, с тометровкой, трибунами, с ливневой канализацией, с легкоатлетическим манежем. Ну, все как положено. Сдать самый большой стадион в Суркутском районе должны в конце сентября этого года. Также вскоре в Солнечном начнут возводить котельную. Тепловой пункт строят взамен двух существующих, которые после ввода нового объекта отключат и демонтируют. Первая поставка оборудования 20 марта, первая емкость 50-кубовая, 27 марта 100-кубовая, первый монтаж дымовая труба 20 июля. Ну, то есть когда остановимся. Да, и поставка самой котельной 1 августа. Сдать новую котельную планируют в следующем году к началу отопительного сезона. Стоимость объекта это 640 миллионов рублей. Из них основная часть средств это федеральные окружные средства. Региону предоставлен инфраструктурный кредит от фонда реформирования жилищно-коммунального хозяйства. Поэтому данный объект финансируется в том числе и с федерального бюджета. Как вы уже слышали, поставка, в общем-то, идет этапами. Сначала мы ведем речь об изготовлении того котельного оборудования, которое необходимо. После чего уже подрядчик приходит устанавливать котельную. И после этого уже все работы по демонтажу производятся. Во время рабочей поездки глава Сургутского района также посмотрел технику для уборки снега. Солнечное – одно из первых поселений, в котором отказались от найма подрядных организаций и начали содержать дороги самостоятельно. Способ, как отметил руководитель местной администрации, эффективный. Если раньше, 19-е, 18-е, 17-е годы, только лично ко мне жители обращались напрямую, это порядка 8-15 обращений за сезон, то за сезон 22-23 года лично ко мне обращений не было. В соцсетях, да, идет обсуждение только в части того, что когда идет загребание снега, когда образуются снежные массы, понимаем, что в перспективе они будут вывезены, и жители интересуют вопрос, а когда вывезете. Однако еще есть потребность докупить технику для чистки дворов. Андрей Трубецко отметил, что заявка на приобретение дополнительных спецмашин поступила также от Лентора, Белого Яра и Лямина. Средства на эти цели мэрия района планируют выделить. Валерия Кудрявцева, Сергей Коликов, Сургут-24, Сайгатина, Солнечный. Следующий форум станет юбилейным. В Сургуте сразу на двух площадках Центральной городской библиотеки и СурГПУ прошла научно-практическая конференция «Четвертые сухановские чтения. Именные библиотеки в развитии и продвижении литературного краеведения». Мероприятие проходит с периодичностью раз в два года и приурочено к 18 февраля, ежегодному памятному дню поэта, утвержденному в день рождения Петра Суханова. Он был членом Союза писателей СССР, победителем различных литературных премий, печатался в различных советских журналах, автор нескольких книг. Стихами увлекался со школы, а в наш город попал по рабочему вызову. Трудился мастером, водителем большегрузной машины. Сухановские чтения проводятся для привлечения внимания к отечественной литературе, к вопросам сохранения культурного наследия, деятельности библиотек, носящих имена региональных писателей и поэтов. Сухановские чтения – это буйство красок, это богатство инициатив библиотечных, которые они проявляют по отношению к книге, чтению, к своим читателям, к продвижению имени, которые носит библиотека. Это богатая палитра практик, которые не боятся брать библиотеки в свой арсенал. Все эти годы, помимо творчества самого Петра Суханова, темами для исследования дискуссий становились современная русская поэзия, региональная литература и краеведение, творчество югорских авторов, деятельность библиотек. Мероприятия проходят одновременно в очном и онлайн форматах. По итогам издается сборник материалов сухановских чтений. А здесь уже четвертые сухановские чтения. И видите, как благодаря им объединяется страна. Сегодня в нашей конференции участвовали работники от Владивостока до Санкт-Петербурга. И каждая из этих речей, каждое из этих выступлений, каждое из этих сообщений было интересной. Они не повторяли друг друга, хотя в чем-то, естественно, перекрикались. И мне кажется, что благодаря вот такой работе библиотек у книги есть будущее. Живые эмоции, быт и колорит уходящей эпохи. Выставка «Деревенька моя» памяти фотографа Алексея Федорова открылась в мультимедийном парке «Россия. Моя история». Работы черно-белые, чтобы ничто не отвлекало от сути изображений. Более 25 лет в объективе профессионала – пейзажи родных мест, деревень в Башкортостане и Чувашской республиках. Сыновья Алексея Федорова, Владимир и Дмитрий осуществили мечту отца, открыв экспозицию, посвященную делу всей его жизни. Этой выставкой он хотел показать жизнь, быт, эмоции, ну и будни простых деревенских людей. В данную выставку входит несколько деревень, включая фотографии с его родной деревни, где он родился, Моховое болото. Также есть деревня Баушкина, Ермолкина, и с нее представлен небольшой блок про стенокос. У всех в руках то косы, то виллы, а у папы всегда был в руках фотоаппарат, и благодаря этому у нас есть памятные фотографии. Изначально меня лично фотография особо никогда не интересовала. То есть фотоаппарат я никогда не брал. Я первый раз его взял, когда мы узнали, что он умеет снимать видео. Я заинтересовался и теперь работаю на телевидении. Выставка на базе мультимедийного парка «Россия. Моя история» на мели Карамова 4, дробь 4 будет представлена до апреля. Затем коллекция из 70 работ «Деревенька моя» отправится в Билибей и Чебоксары. Автор фото-выставки Алексей Федоров более 35 лет входил в состав Сургутского фотоклуба «Отражение». Был одним из экспертов Союза фотохудожников России. Неоднократно участвовал в городских, межрегиональных, всероссийских и международных фотофестивалях и конкурсах. Алексея Федорова не стало в ноябре прошлого года. 18 февраля на открытии экспозиции творческий чуварский коллектив исполнил любимые композиции фотохудожника. Снимал где-то с 84-го года. Вот здесь как раз не 4 года на этой фотографии. Здесь не одна деревенька, здесь их несколько. Это в Башкерии и Чубаши. А он мечтал собрать их, повесить и сказать торжественную речь. Следующая наша задача – это издать книгу с фотографиями, подписать, передать в музей, чтобы помимо художественной ценности она еще сохранила этнографическую. Фотографией я занимаюсь, но поскольку сейчас у меня на первом месте образовательный процесс, то это сейчас для меня как хобби. Архивы собираю, продолжать делать будем. Эти и другие новости смотрите на нашем сайте indifistnews.ru. У меня на этом все. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok Добавляя окружающую природу. Здесь представлены квартиры с удобными планировками от 40,5 квадратных метров. Подробности по телефону в Сургуте. 765-708. Ты изменяешь мне с Морисон? Нет, мы просто гуляли по истории! Умные домофоны от Телеплюс принимают звонки из подъезда прямо в телефон. А это кто? Я не знаю. Делают фото посетителей и отправляют их в смартфон даже тогда, когда вас нет дома. Так он и на прошлой неделе заходил. Телеплюс. Все. Управляйте домофоном из любой точки мира. Новости и интервью. Развлекательные программы. Объективно о работе правительства и жителях Сургута, Югры на Рутюб-канале ОМедиа. Сургут-24. Подпишись. Будь с нами в центре событий. Рутюб-канал ОМедиа. Сургут-24. 16+. ЛАВ-РАДИО. Один из самых успешных брендов страны. Нас слушают энергичные и целеустремленные люди. Ведь мы берем от жизни все. Эфир ЛАВ-РАДИО – это эксклюзивные музыкальные премьеры и новости музыкального мира. Звездные гости и крутые призы. ЛАВ-РАДИО – это утреннее шоу-красавцы. Музыкальные итоги за неделю, танцевальная музыка, «Игры в прямом эфире» и «Биг ЛАВ-Шоу». В общем, вы поняли. Слушайте ЛАВ-РАДИО. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова